всем привет с вами канал что брать с собой и сегодня мы делаем трехцветный браслет из паракорда погнали браслет попросил меня сделать подписчик в группе вконтакте попросил он его показать как плетется такой браслет чтобы в дальнейшем показать это школьникам которые будут плести такие браслеты ну и я не мог не согласиться для этого нам понадобится соответственно три нитки паракорда и fastx делать мы будем без станка по длине паракорда лучше взять с запасом примерно по два метра у меня к сожалению по два метра не оказалось оказалось по полтора так что браслет у нас будет маленький но это неважно главное показать суть браслет трехцветный плетется достаточно просто плетется он из обычных змеиных узлов как плести такие узлы есть видео на канале здесь появится ссылочка и ссылка будет в описании ну и давайте начинать в первую очередь мы продеваем наши нитки fastx и делим их пополам на этом fastx и начинаем плести берем нижнюю нитку оборачиваем ее вокруг верхней у нас получается вот такая петелька верхней снизу продеваем проводим под нашим хвостиком и продеваем в петлю продели и сильно затягивать не будем такая такие вот петельки у нас получились следующий точно так же берем нижний но не просто оплетаем верхнюю нитку мы еще продеваем в петлю в крайне продели верхние оплели и продели опять петлю у нас получается вот такое плетение оставили крайнюю петельку и переходим к третьей нитки все то же самое над верхней петельку проводим и заходим оплетаем все первый этап плетения у нас закончен мы потихоньку немножко подтягиваем из нитки с которым мы начали плести все это затягиваем максимально близко к фастексу затягиваем все петельки все затянули и у нас получился первый ряд нашего плетения и теперь повторяем давайте посмотрим Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие три узелка. И опять потихоньку затягиваем. Затягивать начинаем с той же стороны, откуда начинаем плести. Начинали. Сильно лучше не тянуть. Так, чтобы соседние нити скользили нормально. Когда собрали, еще раз протягиваем все нитки. И вот у нас второй ряд. Ну и плетем дальше. В конце покажу, как закрепить второй фастекс. Вторую часть фастекса. Так, ну у меня потихоньку заканчивается паракорд. Вот такое вот у нас плетение получается. Он достаточно плотное, но при этом достаточно подвижное в то же время. Итак, значит, опытным путем. Что у нас получается? На длину... 13 сантиметров без фастекса. Ушло по полтора метра паракорда. При этом центральная нитка явно заканчивается быстрее. Значит, на длину в 20 нам понадобится примерно 2,5 метра. И желательно центральную нить взять еще больше. То есть, трехметровую. Так, еще раз показываю. Значит, когда вы сплели уже первый ряд плетения, то паракорд у вас сам по себе делится. Ну вот такие нитки. Они будут вот примерно так и располагаться. Получается, у вас всегда в плетении идет одна и та же нить. То есть, вот вы взяли вторую и ею плетете. Оплели. Сделали петли. То же самое в среднем ряду. Берете вторую нитку. Оплели. Продели в петлю. Таким образом. И здесь то же самое. Здесь вы берете не вот эту нитку, которая у вас по факту крайняя, а та, которая уходит вправо. Она будет у вас первая, скорее всего. И здесь вы ею заплетаете. Заплели и в петлю продели. Все, подтягиваем плетение. И сейчас будем закреплять на фастексе. Так, у нас остались вот такие хвостики. Наша задача теперь к ним прикрепить ответную часть фастекса. В фастексе продели все нитки сверху, с внешней стороны, внутрь. Центральные нитки продели внутрь себя же. Вот таким образом подтянули. Дальше берем одну сторону. Под фастексом продеваем. И возвращаем в петлю. У нас получается узелок. То же самое делаем с другой стороны. Продеваем петлю. Пока ничего не затягиваем. Вот такие узелки должны получиться. Теперь сюда же продеваем центральную нитку. Один хвост. И в этот узелок проводим. Центральную проходим. И в узелок. Вот так у нас должно получиться. Теперь подтягиваем. Сначала подтягиваем центральную. Потом по краям. И максимально затягиваем. И то же самое с другой стороны. Сначала затягиваем центральную. Потом нитку с края. Все нитки плотно подтягиваем. И обрезаем. Под корень обрезать не стоит. Лучше оставлять небольшие хвостики. Чтобы они лучше заплавлялись. И повторяем с другой стороны. Вз 걸 Needle. Поехали. Взёг. И cetень. Вот. Взёг. 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 и все наш трехцветный браслет готов на этом на сегодня все если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо пока а